Итак, внимание! Представляем вашему вниманию новый сайт kumak.tj. Это крупнейший сайт услуг Таджикистана. Здравствуйте, дорогие друзья! На дворе скоро весна, у нас конец февраля. И сегодня на рынке я встретила очень много видов трав, из которых можно приготовить много чего. А что именно, я сегодня вам покажу. Очень много свежей зелени, она очень полезна, очень свежая, только выходит. Я купила листья салата, мяту, листья одуванчика и еще можно взять листья свеклы. Все это мы нарежем, чуть-чуть обжарим. И это нам послужит начинкой для наших слоеных самусашек. Тое, что отметить очень важное. Все эту траву я купила за 10 сомонов. Намного дешевле, чем мясо. Мясо стоит 60-65 сомонов. Из этого количества травы мы можем приготовить 30 штук самусашек. Важная часть то, что в траве содержится очень много витамина. Тесто. Тесто у нас получилось вот такой консистенцией. Теперь нам надо нашему тесту отдохнуть. Завернем его в пищевую пленку. Примерно 20-30 отдыхать. Шинкуем всю зелень, которая у нас есть. Отправляем ее на сковороду. Добавляем чуть-чуть масла и тушим буквально 3-5 минут. Добавляем чуть-чуть масла. Для обжарки нам достаточно этого количества, чтобы не было слишком жирно. Отправляем. Жарить надо совсем чуть-чуть. 3-5 минут достаточно. Готово на зеленье вымосьте по ней, потому как она уменьшится в объеме. Сильно не жарим, потому что мы хотим сохранить вкусовые качества и полезные качества зелени. Она еще будет служить начинкой для самгусашек. Она еще будет внутри самгусашек готовиться в духовке. Обжарили зелень. Зелень уменьшается примерно в 3-4 раза в объеме. Мы даем ее остыть чуть-чуть. И будем катать наше тесто. Важно дать тесту отдохнуть ими до 15 минут, поскольку после этого она мягкая, податливая, раскатывается хорошо. Я делаю так, чтобы легче было раскатать. И она не теряла именно вот эту свою круглую форму. Края надо обязательно пройтись пальцами. Теперь начинаю катать тесто. Всегда присыпываем мукой, чтобы тесто склеилось. Старайтесь раскатывать края теста. Середина при раскатке сама раскатывается. Каждый раз берем за новый край и сворачиваем, и раскатываем. Обязательно надо присыпать мукой, поскольку у нас тесто в воде, оно может прилипеть. При раскатке тесто порвется, ничего страшного. Мы раскатали тесто достаточно тонко. Теперь надо смазать тесто маслом. Смазываем наше тесто. Это топленое масло, но лучше всего брать сливочное масло. Если у вас есть вот такая кисточка, можете кисточкой смазать. Если нет кисточки, то нужно вот так вот камень. Так легче и быстрее, и равномерно все можно смазать маслом. Начинаем с края и заворачиваем тесто в гулет. Обязательно надо корректировать кончики, чтобы было аккуратно и красиво. При закрутке чуть-чуть подтягивайте к себе тесто. Масло обязательно должно быть тепло, чтобы оно могло гарномерно покрыть тесто. Если оно будет холодное, оно быстро застынет. А горячее, оно может просто прожарить ваше тесто. Закручиваем остальную часть теста. Это все. Тесто, которое мы раскатали и смазали маслом, мы закрутили вот в такой гулет. Оно теперь послужит нам тестом для самовысока. Расстелим на куглюшочки, дольки. Вот так примерно. Вот такого размера они все должны у нас получиться. Вот такое слоеное тесто у нас получится. Эти куглюшочки мы раскатываем таким способом. От центра к краю. От центра к краю. Чтобы не потерялась майонность нашего теста. Переворачиваем и на этой стороне мы кладем пинку. Заворачиваем санду сашки. Можно их завернуть треугольниками. Можно еще каким-либо другим способом. Взбиваем одно яйцо. Смазываем наши самовысашки. И отправляем самовысашки в заранее разогретую духовку. До 180 градусов. Духовку можно включить за 2-3 минуты раньше. Смазываем тщательно все уголки. Чтобы все везде было равномерно, красиво. Также можете посыпать или кунжутом, или маком, или черным тмином. Чтобы придать более красивый вид самовысашку. Кто мне испил кунжут, я им посыплю. Как красота. Теперь отправляем самовысашки в духовку. Санвусу выпекаем при 200 градусах. Примерно 25-30 минут. Готовность определяем по красной хрустящей корочке. Готовность определяем по красной корочке. Наши самовысашки уже готовы. Вот такие они у нас сегодня получились. Еще сейчас стынут. Я вам покажу, как они будут выглядеть, когда мы их разломаем. А такие самовысашки у нас получились. Какие они сырчатые. Какое у нас тесто получилось. Вот с такой начинкой внутри.